Единый день голосования. Специальный эфир. Вы смотрите Бобруйск 360. Я Юлия Евтушенко. Мы начинаем. На канал «Будущее государство». Три часа основного дня электоральной кампании позади. Очень большая явка была на засрочном голосовании. Кто сделал свой выбор с самого утра? Гласно и открыто. За ходом единого дня голосования следят международные наблюдатели. Все представляются нам на высоком организационном уровне. Какова обстановка на участках? Вкусная и точка. Выездная торговля предлагает избирателям акции и скидки. Коллектив работал у нас в ночную смену. Продукция свежайшая. Как работает выездной буфет? Участки распахнули свои двери ровно в 8.00. По всей стране их свыше 5.400. В списках свыше 6.900.000 белорусов. Наша съемочная группа запечатлела момент отпечатывания урн. Виталий Гаврусев о том, как это было. Перед открытием избирательного участка номер 43 в Лесотехническом колледже члены комиссии продемонстрировали независимым наблюдателям пустую урну для бюллетеней, а также для голосования на дому. Сразу после открытия стали приходить голосующие самого разного возраста. Всего на участке зарегистрировано 2496 избирателей. В единый день голосования в Обручане с самого утра показывают, они ответственны перед судьбой страны. К слову, на участке Лесотехнического колледжа свой выбор сделали уже 48% включенных в списки граждан. Сегодня мы тоже отработаем. Сегодня все-таки празднично у нас. Будут музыкальные номера, художественная самодеятельность, ДК будет выступать наша. Куйбышева, Ленина, Володарского, проспект Георгиевский. Избиратели активно участвуют в важной электоральной кампании с момента его открытия. Если я дам голос, я думаю, что мой голос будет, может, решающий за какого-то кандидата. Единый день голосования для меня ответственность. Это наш гражданский долг. Мы должны думать о будущем, о наших детях, о внуках. Поэтому голосую, чтобы дальше было так все у нас стабильно, хорошо в Белоруссии. Если по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам вы не сможете в день выборов прийти в помещение для голосования, вы вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту жительства. Последнее воскресенье зимы, 25 февраля. В стране проходит единый день голосования. Белорусы выбирают депутатов Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва и местных советов депутатов 29-го. Напомню, что участки для голосования работают с 8 утра до 20.00. Виталий Гавруси, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Гласно и открыто за ходом выборов следят более 45 тысяч национальных и почти три сотни международных наблюдателей. Информация от них из всех регионов страны стекается в Центр общественного наблюдения за голосованием. В Бобруйск накануне прибыли представители миссии от СНГ. После закрытия участков они проконтролируют подсчет бюллетеней и правильность оформления протоколов. Те участки, что нам удалось посетить, они все представляются нам на высоком организационном уровне. Мы имели честь видеть, как граждане Республики Беларусь принимают участие достаточно активно. Члены комиссии также на очень высоком уровне отрабатывают то, что необходимо. Примерно около двух ночи 26 февраля огласят предварительные результаты. На 14.00 запланирована итоговая пресс-конференция. Не откладывать в долгий ящик. По данным ЦИК, за пять дней до срочного голосования приняли участие свыше 41% избирателей. Самый высокий порог явки в Гомельской области – 49,93. Могилевская на втором месте. Свой голос отдали 49,43% жителей. С обзором за неделю Елизавета Липеева. 20 февраля ровно в полдень в стране стартовала важнейшая фаза электоральной кампании – голосование на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания 8-го созыва и местных советов депутатов 29-го. По 24 число включительно свой голос за кандидата досрочно отдавали избиратели, у которых в воскресенье нет возможности прийти на участок. Выборы – это наш гражданский долг. И каждый человек должен отдать этот долг свой и прийти, проголосовать, сделать свой выбор. Я голосую ради своей страны, ради себя, ради своей семьи, все тех, кто меня окружает. И я голосую за стабильность, за спокойствие, за уверенность и за мирное небо. На протяжении пяти дней бобруйчане с особым интересом принимали участие в главном политическом событии года. Электоральной кампании предшествовала большая работа. В этом году у нас впервые проходит единый день голосования. И подготовка к этому единому дню голосования началась давно, сразу после проведения референдума. И мы прошли тренинги, мы изучили методические материалы. Активно делала свой выбор молодежь. Среди избирателей – те, кто проголосовал впервые. Для них это важный шаг на пути к участию в политической жизни страны. На память юным бобруйчанам подарочное издание Конституции Беларуси. Я голосую впервые, и я пришла на выборы, потому что я за процветание своей страны. Досрочное голосование – удобный и важный способ выразить свое мнение и участвовать в выборах. Глава администрации Ленинского района Андрей Дубинчик убежден – важность политического события трудно переоценить. Сегодня выбор каждого – это то будущее на ближайшие пять лет, как минимум, та государственная политика, которая будет реализовываться. Это те люди, которые нас будут слышать и которые наши интересы будут продвигать во всех эшелонах власти. Поэтому, безусловно, проголосовать должен каждый. И сегодня я сделал свой выбор. На участке для голосования номер 27, расположенном в средней школе номер 2, досрочно решил проголосовать представитель футбольного клуба «Белшина» Глеб Ярош. Пришел не один, а с группой поддержки. Пришли сюда с коллективом футбольного клуба, с футболистами, с трейдерским штабом, чтобы показать свою позицию и сделать свой выбор. Наталья Леонова – многодетная мама. Понимает всю ответственность и важность в участии в электоральной кампании. Ведь сегодня мы выбираем, каким будет завтра. А значит, белорусы в ответе за будущее детей. В выходные много работы, поэтому пришли проголосовать сегодня всей семьёй. Правом заранее сделать свой выбор активно пользовались бобруйчане всех возрастов. Военные, пенсионеры, семейные пары. Общая задача белорусов – проголосовать за тех, кому можно доверить будущее страны. Елизавета Липеева, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Выездная торговля предлагает избирателям акции и скидки. Всего разместились 96 буфетов. В них представлены широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, кондитерские изделия, соки и напитки. Особое внимание местным производителям. Коллектив работал у нас в ночную смену. Продукция свежайшая. Цены сегодня снижены. Акцию мы тоже проводим сегодня, собственную продукцию, сосиску в тесте. Блюдо универсальное, я думаю, и к чаю, и на перекус тоже хорошо, поэтому мы выбрали именно это номинование. На 11 избирательных участках проведут дегустации продукции таких известных брендов, как «Красный пищевик», «Бобруйский мясокомбинат», «Домочай» и не только. Это все из событий к этой минуте. Корреспонденты «Бобруйск-360» следят за единым днем голосования в особом режиме. До встречи в 15.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова